Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша лекция со мной и операторами ЧАГО. По плану мы рассмотрим следующие вопросы. Проекты NetBenz, пакеты, уровни, видимости классов, импорт-классов. Современное программное обеспечение построено по модульному принципу. Программы давно перестали состоять из одного файла, поэтому вместо слова «программа» лучше употреблять слово «проект», тем более что термин «программа», как уже говорилось, неоднозначен. Идеология Java подразумевает работу в компьютерных сетях и возможность подгрузки в необходимый момент через сеть требуемых классов и ресурсов, в которых нуждается программа, и которые не были до этого загружены. Для обеспечения такого рода работы приложение Java разрабатывается и распространяется в виде большого числа независимых классов. Однако такой способ разработки приводит к чрезвычайно высокой фрагментации программы. Даже небольшие учебные проекты часто состоят из десятки классов, а реальные проекты из сотен. При этом каждому общедоступному классу соответствует файл, имеющий то же имя. Для того, чтобы справиться с таким обилием файлов Java, предусмотрено специальное средство группировки классов, называемое пакетом. Пакеты обеспечивают независимое пространство имен, а также ограничение доступа к классам. Классы всегда задаются в каком-либо пакете. Пакеты могут быть вложенными с произвольным уровнем вложения. Каждому пакету соответствует папка с исходными кодами соответствующих классов, при этом пакету, вложенному другой, соответствует папка, вложенная в другую. Для того, чтобы поместить класс в пакет, требуется продекларировать имя пакета в начале файла, в котором объявлен в виде package имя пакета. Кроме того, необходимо поместить исходный код класса в папку в соответствующую пакету. Если декларации имени пакета отсутствуют, считается, что класс принадлежит пакету с именем Default. Вложенным пакетом соответствуют составные имена. Например, если мы имеем пакет с именем Pake1, в который вложен пакет с именем Pake2, в который вложен пакет с именем Pake3, то объявление, что класс с именем Майкласс 1 находится в пакете Pake3, и будет выглядеть как Pake1, Pake2, Pake4 и класс Майкласс 1. Внутри фигурных скобок должно содержаться описание класса, оно заменено многоточием. В качестве разделителя имен пакета в программе используется точка, независимо от типа операционной системы, хотя в разных операционных системах вложность папки будет обозначаться по-разному. При создании проекта среди NetBenz помещение класса в пакет происходит автоматически. При декларации класса можно указать, что он вообще доступен с помощью модификатора доступа в паблик. В этом случае возможен доступ к данному классу из других пакетов. Если же модификатор паблик отсутствует, как в случае Майкласс 1, то доступ к классу разрешен только из классов, находящихся с ним в одном пакете. Про такие файлы говорят, что у них пакетный вариант доступа. В файле Java можно располагать только один общедоступный класс, и произвольное число классов с пакетным уровнем видимости. Класс может использовать общедоступные классы из других пакетов напрямую с указанием полного имени класса в пространстве имен, включающего имя пакета. Например, доступ к классу Майкласс 2 в таком варианте осуществляется, как Пэкч 1, Пэкч 2, Пэкч 3 и Майкласс 2. Для того, чтобы задать переменную объектного типа, надо до того указать ее класс. В нашем случае это будет выглядеть таким образом. Значит, описываются пакеты и дальше имя Майкласс 2. Для того, чтобы отличать имена классов от имени пакетов и чарли, принятые имена пакетов писать только строчными буквами. Имена классов начинать с заглавной буквы, а имена полей, в том числе имена объектных переменов и методов, начинать со строчных. Если имя класса, поля данных или метода состоит из нескольких слов, каждое новое слово принято писать заглавной буквы. Новое слово также можно отделять от предыдущего слова, подчеркивая не таким образом, из названия Java, Swing. В меню Айтем понятно, что Java Акс и Swing пакеты, а Java меню Айтем имя класса. Существует способ доступа к именам из другого пакета напрямую, без указания каждого раз полного пути в пространстве имен. Это делается с помощью оператора Import. Если мы хотим импортировать имя класса Майкл и пакета 3, то после объявления имени нашего пакета, но до объявления нашего класса пишется Import Package 1, Package 2, Package 3, My Class 2. При этом в классе My Class 3 имя My Class 2 можно использовать напрямую, без указания имени пакета. При этом задание переменной будет выглядеть так. My Class to My Object. Но если мы импортируем пакеты, содержащие классы с одинаковыми именами, требуется указание полного имени класса, квалифицированного именем пакета. Если мы хотим импортировать имена всех классов из пакета, то в операторе Import после имени пакета вместо имени класса следует написать знак звездочка. Заметим, что импортируются только имена файлов, находящиеся точно на уровне указанного пакета. Импорт имен из вложенных в него пакетов не происходит. Например, если записать ImportPackageTo звездочка или ImportPackage1Package2, то имя класса My Class не будет импортировано, так как он находится внутри Пакет1, Пакет2, но непосредственно в пакете Пакет3. Имеется одно исключение из правила для импорта класса. Ядра языка Java, содержащиеся в пакете Java Long, импортируется автоматически без указания имени пакета. Пример объявления графического объекта G, имеющего тип график, может проводиться тремя способами. Во-первых, напрямую с указанием имени пакета и класса, как в этом случае Java.avtGraphics. Во-вторых, с предварительным импортом класса Graphics из пакета Java.avt и последующим указанием имени этого класса без его спецификации именем пакета. Input Java.avtGraphics. В-третьих, с предварительным импортом всех классов. Из пакета Java.avt и последующим указанием имени этого класса без его спецификации именем пакета. В пакете Java находятся следующие пакеты. Java.avt. Поддержка работы с аплетами. Java.avt. Базовый пакет работы с графическим пользовательским интерфейсом. Java.bins. Поддержка компонентной модели Java.bins. Java.io. Поддержка базовых средств ввода-вывода. Java.lang. Содержит базовые классы языка Java. Далее, поддерживает механизм доступа к классам как мета-объектам, обеспечивающие возможность динамического выяснения программы, какие возможности поддерживают класс. Данный механизм называется reflection-отражение. Java.lang.match. Класс, обеспечивающий поддержку основных математических функций, а также простейшие средства генерации псевдослучайных чисел. Java.match. Поддержка вычислений с целыми числами произвольной длины, а также числа в формате плавающей точки произвольной точности. Java.net. Поддержка работы в интернете, а также соединений через сокеты. Java.io. Содержит классы и пакеты для поддержки сетевых соединений, расширяющие возможности пакета Java.io. В частности, содержит классы контейнеров для создания списка с данными различных примитивных типов, а также пакет Channels и Charset. Пакет Charset обеспечивает поддержку перекодирования символа Unicode, последовательность Byte для передачи через канал связи, а также обратное преобразование. Далее. Java.rmi. Поддержка вызов удаленных методов. Java.security. Поддержка специальных средств, обеспечивающих безопасность приложений. Java.txt. Поддержка SQL-запросов к базам данных. Java.txt. Поддержка специальных средств, обеспечивающих локализацию программ, классы, обеспечивающие настройки для работы с текстом, датами и текстом. Текстовым представлением тисел, кроме того, содержат средства для зависимого локализации сравнения стов. Java.utile. Содержит важнейшие классы для работы со структурами данных. В частности, поддержку работы с массивами, а также расширение средств и генерация псевдослучайных чисел. Java.utile.jar. Поддержка работы с Java-архивами. Java.utile.sit. Поддержка работы с Java-архивами. Создадим с помощью середины NetBeans приложение Java. Для этого запустим интегрированность середу разработки идеи NetBeans и выбираем главное меню File New Project. В открывающемся окне выбираем General Java Application Next. После чего можно нажимать кнопку Finish, пишем имя проекта и нажимаем на Finish. Это можно делать потом, когда вы освоитесь со средой разработки. На следующем слайде показано, как выглядит редактированный исходник кода приложения средств. В левом верхнем окне Project показывается дерево проекта. В нашем случае это дерево для проекта Java Application 1. Это окно может быть использовано для одновременного показа произвольного числа проекта. По умолчанию все деревья, свернутые и нужные узлы, следует разворачивать шелчком по узлу с плюсиком или двойным шелчком по соответствующему имени. В правом окне Source показывается исходный код. В левом нижнем окне Навигатор показывает список имен членов класса приложений, имена переменных и под программ. Двойной шелчок по имени приводит к тому, что в окне редактора исходного кода происходит переход на то место, где задана соответствующая переменная или под программа. Значит, это выглядит следующим образом. Тут дерево находится, тут навигатор, здесь у нас рабочая среда, где мы будем писать свои программные обеспечения. Далее файл меню и файл стандартных инструментов. Рассмотрим, как выглядит сгенерированный исходный код нашего приложения Java. Сначала идет многострочный комментарий. Он поддерживает информацию об имени класса и времени его создания. Затем объявляется, что наш класс будет находиться в пакете Java Application. После этого идет многострочный комментарий, предназначенный для автоматического создания документации по классу. В нем присутствует инструкция заданий метод данных с помощью выражения author, информация об авторе проекта для утилиты создания документации JavaDoc. Метод данные – это некая информация, которая не относится к работе программы и не включается в нее при компиляции, но сопровождает программу и может быть использована другими программами для проверки прав на доступ к ней или ее распространению, проверки совместимости с другими программами, указания параметров для запуска класса и т.п. В данном месте исходного кода имя юзер берется с виду разработки из апелляционной системы по имени папки пользователя. Его следует заменить на имя реального автора. Далее следует объявление класса Main, который является главным классом приложений. В нем объявлены две общедоступных подпрограммы. Первый из них является конструктор PublicMine. Его имя совпадает с именем класса. Он занимается созданием объекта типа Main. Обычно такой конструктор вызывается из метода Main. И с его помощью создается всего один объект, олицетворяющий собой приложение. Но все говорят, что таких объектов в простых программах может не создаваться, как это и происходит в нашем случае. Все классы и объекты приложений вызываются и управляются из метода Main, который объявлен далее и выглядит следующим образом. Он является методом класса, поэтому для его работы нет необходимости в создании объекта, являющегося экземпляром класса. Хотя если этот объект создается, это происходит во время работы метода Main. Метод Main является главным методом приложения и управляет работой с запускаемой программой. Он автоматически вызывается при запуске приложения. Параметром IRG. Из этого метода является массив строк, имеющий тип string. Это параметры командной строки, которые передаются в приложение при его запуске. Слово string означает строка, а квадратный скобк используется для обозначения того, что это массив строк. После окончания выполнения метода Main, приложение завершает свою работу. При объявлении любого метода в Java сначала указывается модификатор видимости, указывающий право доступа к методу, затем другие модификаторы, после чего следует тип возвращаемого методом значений. Если модификатор видимости не указывает, считается, что правит закрытый частный, не позволяющий доступ к методу из других классов. Конструкторы представляют особый случай, у них имя, типа имя, метод совпадает в Java, и они не считаются методами, хотя в других языках программирования такого тонкого различия не делается. Далее следует имя метода, после чего в других скобках идет список параметров, передаваемых данным методом при его вызове. После этого в фигуру в скобках идет тело метода, то есть его реализация пишется тот алгоритм, который будет выполняться при вызове метода. В языке Java, как и в CC++, под программы всегда являются под программами и функциями, возвращающими какое-либо значение. Если надо писать под программу процедуру, в которой не надо возвращать никакого значения, CC++, Java используется под программами и функциями с типом возвращаемого значения вове. Пустота, пустое пространство, как и спроходит в случае метода main. Среда NetPen создает заготовку методов, в них имеется пустое тело. Для осуществления методов какой-либо деятельности следует допустить свой собственный код. Напишет традиционный пример вывода сообщений. Для этого вместо комментария мы будем описывать оператор системы OuterInCline. Класс системы имеет поле OuterInCline наружу. Это объект, предназначенный для поддержки вывода. У него есть метод принтерлайн, предназначенный для вывода текста в режиме консуля. Консульный ввод вывод ранее широко применялся в операционных системах, ориентированных на работу в режиме командной строки. При этом основным средством взаимодействия пользователя с программами служила текстовая консуль. В ней устройством ввода служила клавиатура, устройство выводок на операционную систему, обеспечивающие вывод текста в режиме пишущей машинки. Очень много примеров программ в учебниках грузов по Java ориентированной работе в таком режиме. В настоящее время в связи с тем, что подавляющее большинство пользователей работают с программами в графическом режиме, и работу в консульном режиме нельзя рассматривать как основную форму ввода и вывода. Тем более, что NetTens позволяет без особых усилий создавать графический пользовательский интерфейс. А консульный режим следует применять только как применять очень удобный в отладочном режиме, как средство вывода отблагательной информации. В современных средах разработки используются два режима компиляции Compile и Build. В режиме Compile происходит компиляция только тех файлов проекта, которые были изменены в процессе редактирования. После последней компиляции в режиме Build перекомпилируется заново все файлы. Для компиляции проекта следует выбрать в меню среду разработки Build, Build Main Project, либо нажать или что-то, что тоже клавиш F1 на панели инструментов. При этом будут заново скомпилированы из исходных кодов все классы проекта. Пункт Builder Clean and Build Main Project, комбинация клавиш Shift F1, после чего по новой компилируется все классы проекта. Пункт Build Generate Java Doc for Java Application запускает создание документации по проекту. При этом из исходного кода класса проекта выбирается информация, заключенная в документационный комментарий, и на ее основе создается гипертекст HTML. Пункт Build Compile Main Java, клавиш F9, комбинация выбранный файл проекта, в нашем случае Main Java, в котором хранятся исходные коды класса. Для того, чтобы запустить скомпилированное приложение из среды разработки, следует выбрать в меню среды разработки Run, Run, Main Project, либо клавишу F9. При запуске приложения всегда автоматически компилируется, так что после внесения изменений для запуска обычно достаточно нажать F9. После запуска нашего проекта в исходной выходной консуле, который находится в нижней части окна, проект появится в служебной информации о ходе компиляции запуска. В нее же осуществляется ввод метода System.out.print. Метод System.out.print отличается от метода System.out.println только тем, что println после вывода осуществляется автоматический переход на новую строку, а print продолжает выводить в ту же строку консуля. Значит, тут приведены примеры. Рассмотрим, из каких частей состоит проектный адвенц. На рисунку показаны основные элементы, отображаемые в среде разработки. Это Sovers Package, Test Package, Librease, Test Librease. В ветве дерева предоставление элементов в проект можно разворачивать или сворачивать путем нажатия на узлы, отмеченные плюсами и минусами. Мы пока будем пользоваться только пакетами исходного кода. В компонентной модели NetBenz пакеты приложения объединяются в единую конструкцию модуль. Модули NetBenz являются базовой инструкцией не только для создания приложений, но и для написания библиотек. Они предоставляют собой оболочку над пакетами. В отличие от библиотек, Java скомпилированный модуль – это не набор большого количества файлов, а всего один файл. В нашем случае он имеет то же имя, что и приложение и расширение JAR – это файл java.application.jr. Модули NetBenz гораздо лучше подходят для распространения, поскольку не только обеспечивают целостность комплекта взаимосвязанных файлов, но и хранят их в заархивированном виде в одном файле, что намного ускоряет копирование и уменьшает объем, занимая его местными носителями. Отметим не очень удобную особенностью NetBenz. После сохранения проекта и закрытия среды разработки, не сохраняется конфигурация открытых окон и развернутых деревьев и в проекте дерево проекта показывается в свертанном виде. Поэтому для того, чтобы вновь попасть в режим редактирования исходного кода нашего приложения, в окне Projects проекта следует развернуть последовательность углов Java Application Source Package Java Application 1. Это делается нажатием на плюсики в соответствующих узлах или двойным шелчком по имени 2. Затем надо сделать двойной шелчок с помощью левой кнопки мыши по имени Main Java Lipo с помощью щелчка правой кнопки мыши по внешней мере открыть в пылающий меню и выбрать в нем первый пункт open. Имеется и более простой способ по умолчанию. Сначала открывается окно в окно, но среда разработки сохраняет список открытых окон в верхней части окна, редактирование кода. Ссылочком мыши можно выбрать нужное имя, хотя при этом не видна структура проекта. Так что первый способ во многих случаях может быть предпочтительным. Спасибо за внимание. Наша лекция сегодняшняя завершилась.